если в прошлой лекции вам рассказывали как сделать так чтобы не горела сейчас мы поговорим о том как сделать так чтобы горела маленький кусочек вам уже рассказали что отчасти мы тоже будем говорить чтобы мы будем говорить тоже про полимерные композиции но более сложные много многозадачные многокомпонентные полимерные системы в принципе порох это самое первое взрывчатое вещество которое было придумано на нашей планете и прежде чем мы начнем говорить про о про историю про применение право то как приготовить наш порох посмотрим что такое собственно порох это как я уже сказал многокомпонентная твердая система способная к закономерному горению параллельными слоями что очень важно без внешнего окислителя то есть без доступа воздуха в частности возможно горение в вакууме или в любой другой инертной среде и с выделением значительного количества энергии газообразных продуктов вот эта цифра 60 мегаватт метра квадратного это количество энергии который выделяется при горении одного килограмма не самого мощного пороха для сравнения примерно такая же такую же энергию вырабатывают судовые двигатели газовые турбины а если сжечь нескольких килограмм пороха то можно достичь уровня мощности гидро генераторов газ и так первый порох был придуман еще в китае ой окей прежде чем мы поговорим про историю кратко про классификацию порохов пороха это не что-то такое одиночное их очень много первый тип порохов это на основе пластифицированной нитроцеллюлозы на основе полимера это могут быть пироксилиновые пороха здесь они ппп по сути правильное питание тоже для наших ружей и ракет бп это баллиститные пороха сфп это сферические пороха и капает аккордитные пороха мы чуть позже в про историю их возникновения поговорим на основе синтетических полимеров также могут быть композиции это так называемые смесивые твердые топлива и механические смеси самый известный из механических смесей это дымный порох который собственно и был придуман в китае примерно в восьмом или девятом веке уже нашей эры первоначально он использовался в основном для различных фейерверочных композиций затем в результате торговли с арабскими странами с европейскими странами порох проник по всей планете дошел до россии примерно в 14 веке при дмитрии донском уже в ледовом побоище были использованы первые пороховые заряды со временем производство пороха возрастало и возрастало что приводило к многочисленным пожаром в частности москва горела в 15 веке в 16 веке в 17 веке и почти всегда это было связано с тем что горели склады с порохом этого связано также было с тем что технология была не оптимальная очень сложная трудоемкая и постоянно возникали какие-то аварии на производстве за рубежом широко прогремел в 16 веке или в 17 пороховой заговор в котором участвовал данный человек гай пирс вы можете знать его по например фильмов значит вендетта сейчас это всемирно известный логотип анонимов и вот так выглядит черный порох и он используется даже сейчас в 21 веке в основном для охоты на медведя на птицу на крупного животного на что угодно черный порох находил свое применение до 19 века но с развитием времени появлялись новые задачи которые он уже не мог выполнить в силу того что он достаточно маломощный ученые начали думать над тем как повысить мощность как увеличить производительность как упростить технологию и примерно в 50-х 40-х годах 19 века придумали нитроцеллюлозу с ее историей и возникновения связано достаточно много мифов один из мифов знакомый всем из нас что ученые немецкий шон бейн проводил опыты с целлюлозой нитровал ее и после этого протер стол полотенцем который положил на подоконник и после того как солнышко погрел на него она воспламенилась этот механизм стали исследовать более подробно и пришли к тому что целлюлозу природный полимер который содержится в дереве можно нитровать при помощи азотной кислоты ну или азотных смесей это уже в 21 веке зависимости от того как мы и от нитру им мы можем получить максимальное содержание азота в молекулы молекуле 14,14 процента тут должна быть шутка про то что вот это написано 141 шрифтом как раз вот по проценту в зависимости от того какой у нас процент нитрации мы можем получать различные нитроцеллюлозы это может быть пероксилин из которого впоследствии можно сделать пероксилиновый порох можно получить колоксилин из которого делают баллиститные пороха они отличаются содержанием азота соответственно чуть позже уже в 60 и 70-е годы 19 века появилась проблема что нитроцеллюлозу получили но они могли получать заряда из нее потому что а происходила детонация вследствие того что было очень много пор не могли ее запрессовать и б не помню ибо не помню это не так важно искали пути того чтобы как можно более плотно ее сделать и придумали явление а тут шутка из сайн слэма про то что целлюлозы сейчас не только вооружение применяется но и в например лаках для ногтей поэтому и очень часто можно встретить на красивых девушках ну на некоторых молодых людях тоже исследователи бились 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 и заметили что нитроцеллюлоза растворяется в спирту да именно спирту таким образом у нас получается плотная композиция которая не детонирует в обычных условиях и после того после многочисленных испытаний научились отгонять спирт просушивать порох в итоге получили тот самый перокселиновый порох который используется в различном вооружении следующий этап развития истории проходили связан с альфредом нобелем сам он за это не получил нобелевскую премию но во многом благодаря тому что он открыл производство нитроглицерина он сколотил на этом состоянии которое теперь в отчасти выплачивается нобелевским лауреатом сам нитроглицерин открыл естественно не нобелеву открыли в италии в городе турине в сорок девятом году и в турине же до сих пор хранится образец чистого нитроглицерина с 19 века сам же нобель он придумал технологии очистки и производственного и производства того самого нитроглицерина однако он сталкивался с множеством трудностей постоянно происходили взрывы на заводах он потерял нескольких братьев при взрыве на заводе нитроглицерина и всю свою жизнь он искал пути того как уменьшить опасность на производстве как повысить наоборот его безопасность одно из его изобретений это динамит это пропитана это китель гур такая пористая структура нитроглицерином второе его изобретение это баллиститные пороха когда он догадался совместить нитроцеллюлозу и нитроглицерин тем самым получив тот самый баллиститный порох вот так выглядит нитроглицерин это очень мощное взрывчатое вещество которое само по себе детонирует со скоростью примерно семь с половиной тысяч метров в секунду она очень токсичная с ним тяжело работать но приходится иногда и как и все остальные энергонасыщенные материалы она содержит в своем составе молекул азота которые дают ей такое высокое такую высокую энергию приложил руку к пароходелию ничего и дмитрий иванович менделеев в вузе имени которого мы находимся как вам вначале уже сказали он пользуясь своей репутацией ездил по всем ведущим лабораториям франции германии америки его везде пускали показывали все секреты как мы сейчас показываем американцам ему все показали и он в санкт-петербурге придумал производство так называемого пироколодия он совместил два в одном лучшие свойства колоксилина и пироксилина придумал нечто среднее однако и тогда и сейчас очень много бюрократии было это производство стране не смогли наладить но успешно применяли в сша дошло до того что во время русско-японской войны мы покупали пироколодийный порох менделеева у американцев ну такой лирической отступленица следующим этапом уже в двадцатом веке к сожалению стала война и война потребовала новых достижений в порохотделии здесь представлена на слайде катюша и топливо для катюши которые делали на основе баллиститных порохов придумали уже на нашей кафедре профессор бакаев тут все его регалии перечислены у него очень тяжелая личная судьба был дважды репрессирован дважды вышел все свои достижения пороховые он придумал в гулаге и кроме топлива для катюши которые нам обеспечили победу войне он придумал также технологии изготовления баллиститных порохов и сейчас можно делать даже вот такие композиции с достаточно тонким сводом со сложной структурой внутренней с производством порохов во время второй мировой войны связана также интересная история все пороха содержат в своем составе стабилизаторы химической стойкости здесь представлено два таких основных централит номер один номер два их производили как ни странно в германии и во время войны торговля с германией была достаточно затрудненной как вы понимаете и замену централиту также нашли с его помощью это обычный оксид магния который помог производить заряды и при этом долго их хранить не приходилось поэтому мы смогли достаточно долго ими стрелять следующим этапом уже в 50 и 60 и годы двадцатого века стали смесивые твердые топлива на основе синтетических полимеров компания дюпон в том числе приложила руку к этому синтезировали различные полимеры на основе которых их их можно наполнять вплоть до 90 процентов порошкообразных наполнителей основу этих топлив составляют окислители в частности перхлорат аммония самый популярный окислитель или же аммониевая соль динитроамида так называемая 1 я вижу здесь людей постарше они может знают такую историю про продукт 412 который придумали в институте органической химии академии наук раньше вообще все продукты которые так или иначе связаны с оборонкой им давали номера номер один номер пять номер 98 и вот номер 412 почему 412 потому что те исследователи которые придумывали эту самую одну после того как получили на нее патент пошли в бар и взяли бутылку водки которая стоила 4 рубля 12 копеек поэтому продукт тоже получил название 412 сейчас эти топлива применяются например межконтинентальных ракетах типа тополя и ярса их можно их основной плюс перед баллиститными другими порохами что их можно делать диаметром до нескольких метров в отличие от других топлив и так мы уже посмотрели что такое порох как мы дошли до жизни такой до порохового изделия сейчас будет кусочек того вот что я рассказывал на сайт слэме а именно что у пороха и булочек очень много общего казалось бы что такого быть не может но тем не менее это и правда так что же у них общего в любом топливе есть окислитель в частности перхлорат аммония или тоже нитроцеллюлоза в порошкообразном виде у наших булочек есть мука это ее основа который составляет те же 70 80 процентов сама по себе мука или окислитель они ничего не смогут их нельзя запрессовать нельзя придать им форму поэтому мы добавляем на кухне яйцо в топливопластификаторы затем те вот самые стабилизаторы химической стойкости без которых теоретически обойтись можно но лучше этого не делать и для усиления характеристик или для усиления вкуса мы добавляем различные добавки вместо белого сахара можно представить любое взрывчатое вещество типа гексогена или октогена которые увеличивают температуру горения тем самым увеличивать дальность полета вместо коричневого сахара можно представить кимить поле баре до соединения или например просто металлы которые тоже увеличивают температуру горения но и увеличивать тепло которое выделяется при горении вот так производят топливо это обычный смеситель на полимерном производстве просто если в него залить не полимера нашу пороховую массу под давлением то она примерно также будет перерабатываться в данном случае пороховые заводы часто в результате конверсии переходит на производство полимеров потому что все это так или иначе одна и та же технология после изготовления нужно как-то придать форму этой самой массе на кухне у нас есть скалка бывает даже две скалки на производстве у нас есть вальц машины которые эту самую массу перемешивают под давлением придают ей форму такого чулка порохового который затем отправляется в шнек пресс ну здесь для мясорубки изображен шнек но суть одна и та же это винт расстояние между между винтами уменьшается масса прессуется и можно придать любую форму от миллиметрового изделия до 5 метрового изделия иногда когда мы особенно топлива помещаем в ракеты мы их покрываем сбоку специальным бронировочным слоем для того чтобы они горели ровно теми самыми параллельными слоями но булочку мы покрываем шоколадным слоем чтобы она была более вкусная просто сейчас будет одна единственная формула в этой самой презентации с чем это связано я помню свое время читал книгу сте как его стивена хокинга где он говорил что я расскажу вам про физику без форму только одна у него была е равно mc квадрат у нас будет у равно bpню что такое у равно bpню у это скорость горения и это одна из самых важных характеристик которые нам нужно знать потому что скорость горения будет определять области применения наших порохов b это эмпирический коэффициент p это давление и степень ню которая показывает собственность зависимость этого самого скорости горения от давления регулировать скорость горения мы можем при помощи катализаторов горения они отличаются от платиновых катализаторов и платина там других благородных металлов которые используются в синтезе они не восстанавливаются но при этом придают нашему пороху уникальные свойства это соли переходных металлов медь никель кобальт свинец я старался по цвету подобрать так чтобы совпадало казалось бы рецепт известен и мы получаем такое вкусное изделие которое можно использовать где бы то ни было но применение катализаторов достаточно ограниченное и чтобы расширить область применения этих самых катализаторов люди готовы отдавать множество денег на исследование ну когда-то отдавали сейчас нет и мы в частности на нашей кафедре придумали добавлять в топливо углерод в виде активированного угля сажи или в последние несколько лет виде нанотрубок их добавление значительно расширило возможности применения наших порохов ну по аналогии с черными булками вкус тот же самый но все берут потому что они черные что происходит когда мы добавляем углерод когда происходит горение вместе с катализаторами с углеродом на поверхности образуется каркас углеродистый вот он внизу изображен который удерживает на себе частички катализатора тем благодаря тому что они удерживаются в зоне горения они улетают они реагируют с продуктами горения во время этих реакций выделяется тепло которое при помощи теплопроводности особенно в случае нанотрубок передается обратно в конденсированную в твердую фазу чем больше тепла передается обратно тем быстрее скорость нашего горения это вкратце про механизм горения кто-то говорил что это скучно это не скучно на самом деле визуально это выглядит так то есть голая поверхность на которой редкие образования и с нашими нанотрубками вместо поверхности мы видим сплошные углеродные джунгли серебря такие светлые пятна это накопление металла с другого ракурса просто и так наконец-то мы поговорим про применение порохов и надо будет развеивать мифы о том что это не только военное применение но начнем мы с военного применения это стратегические ракеты топа лемга на которые мы будем смотреть через буквально там две недели это ярс новая ракета нового поколения второе это различные тактические оперативно тактические ракеты в частности такие машины или ручные типа гранатомета для которого мы тоже разрабатываем составы для новых перспективных гранатометов а вообще в гражданских целях находится более 80 областей применения порохов например баллиститные пороха порядка 40 направлений пиротехнические изделия порядка 23 и так далее по списку основные направления в мирной отрасли это например система аварийного спасения космонавтов это не первая вторая третья ступени которые внизу эти топлива находится сверху то есть в случае какой-то нештатной ситуации чтобы катапультировать вот эту ячейку с космонавтом там применяются твердотопливные блоки второе применение мгд генераторы магнита газа динамические генераторы они используются в трех основных направлениях это электроразведка например в труднодоступных районах особенно для нашей страны это актуально там где нет электричества это предсказание землетрясений то есть генератор вырабатывает мощность дает толчок земле и при помощи специальных осциллографов мы можем записать движение пород и тем самым предугадать что будет там через неделю через две недели по движению и можно предсказывать землетрясение особенно это актуально на дальнем востоке то что рядом с японией ну и изучение глубинного строения земли когда такие составы горят они горят примерно вот так те кто помоложе может сказать что у кого-то бомбануло например противоградовые ракеты это не то же самое что разгон облаков на день города это связано больше сельским хозяйством например для того чтобы град выпадал в том месте где нам нужно то есть в различных пустынях или в лесах и не затрагивал сельскохозяйственные угодья в такие составы добавляют соединения с едиды различные например едид серебра который уже в облаке после того как происходит горение эти частички йод- они реагируют с облаком тем самым вызывая градопадения еще удивительная особенность этих ракет в них картонный корпус то есть то есть чего делают коробки из них же делают и корпуса вот таких ракет следующая технология импульсного пожаротушения то есть при помощи специальных датчиков за доли секунды получает сигнал и вот тут в нескольких картинках мы сейчас увидим как вот зарождение пламени 5 10 и через 20 секунд пламя потушено это особенно актуально на различных производствах но есть и мобильные варианты для пожаротушения например такие маленькие мобильные бабсики они стоят в основном на различных предприятиях на заводах или есть вот такие газогенераторы которые уже можно поставить например в библиотеках например в различных серверных например в местах большого скопления людей в закрытых помещениях и в зависимости от этого мы уже подбираем составы исходя из определенных целей то есть там где много народу мы разрабатываем составы с малым количеством угарного газа там где книги библиотеки разрабатываем состава с малым количеством щелочных агентов там где серверные с малым количеством кислых агентов чтобы сохранять соответственно нашу цель бумагу людей или какие-то какую-то электронику следующее направление очень модное в конце 80-х и новая мода 2010 годах появилась эта интенсификация добычи нефти иногда проще оживить старую скважину чем бурить новую поэтому туда опускается заряд в газогенераторе специальный пороховой заряд который оказывает комплексное воздействие на пласт это и механическое воздействие создание трещин и химическое путем кислотной обработки то есть в составе у нас содержится много кислоты аж хлор аж фтор при горении которая растворяет пласт и тем самым нефть возвращается обратно к скважине это тепловое воздействие потому что в области горения порядка трех с половиной тысяч кельвин температура тем самым растворяя различные парафиновые отложения или же физическое воздействие и таким образом обработка одной даже скважины дает увеличение дебета в среднем в три раза и эффект длится до трех лет мы совсем мало затронули пиротехнические составы здесь приведены такие составы основных перед самые доступные пиротехника для нас всех это спички спичечная головка и соответственно на маска на как на этом на коробке это самые простые пиротехнические составы которые производятся до сих пор методом глухого прессования но мы уже умеем делать всю палитру цвета при помощи новых пиротехнических составов которые мы перерабатываем методом проходного прессования и делаем уже на основе синтетических полимеров вся разница в том что вместо окислителей активных которые были показаны мы добавляем соли различных металлов в частности это щелочные щелочноземельные металлы натрий калий стронций барий цезий там и дальше можно продолжать можем комбинируя их соотношение получать различные цвета различные эффекты в частности этот цвета шумовые это дым мы различны которые используются в пиротехнике в спецэффектах в кино это световые гранаты и то что мы видим в небе во время праздников я не знаю запустите ли сейчас видео он запустил с видео можно делать фейерверки даже таких причудливых форм как например мордочка кота это отдельный вид искусства уже такой в свободное от работы время можно так развлечься и по моему дальше уже все сейчас вот такие чудеса мы делаем у нас на факультете на кафедре это лишь малая часть применений которые мы можем делать с помощью пороха естественно не обо всем можно говорить потому что кое-что до сих пор находится у нас под грифом секретно но что о чем бы не говорили мы связанным с порохом всегда это будет интересно всегда это зажигательно жалко здесь нельзя ничего поджечь но такие противопожарные меры можете посмотреть на видео на стендапе на культуре там мы поджигали вместе с ведущим настоящую пиротехнику настоящие составы для оживления нефти пожаротушения все достаточно интересно ну или приходите к нам на университетские субботы на дне открытых дверей и слиться за объявлениями на сайте нашего вуза спасибо вечер добрый благодарю за потрясающий доклад очень интересно но есть ряд вопросов первые вот не совсем понятно размерность единиц на первом слайде ватна на метр квадратный это мощность поверхности снятых откуда вы какой если мощность пригорения одного килограмма если представить что это займет один то есть метр квадратный единицу фронт удар ну тип то вот второй вопрос это говорит что достижение то что добавляете углерод но старая добрая схема это селитра с серой и как раз добавляется там уголь то есть достижение при то что вы добавляете углерод в пороха это не совсем такая вот новинка да вы правильно говорите что в том же черном порохе используется углер уголь но там у него другая цель он там как горючий элемент без него не будет самого горения происходить мы добавляем его буквально пол процента один процент и мы поэтому можем увеличивать скорость горения я не сказал об этом к сожалению от допустим от полутора до 15 раз просто регулировать это соотношение между солями и между углеродом и вопрос уже лично ваше мнение достаточно давно уже есть бездымный пороха но к сожалению в как раз фейерверках почему-то они редко встречаются хотя кажется что для зрелищ немножко дым немного мешает особенно когда на воробьевых горах стоять то уже не особо и видны там уже последний салюта вот почему это не применяется весь дым весь дым внизу остается в пушках которые стреляют а сверху очень тяжело сделать так чтобы дым был наверху где собственно мы это все наблюдаем а из тех пушек из которых стреляют 300 миллиметровый например фейерверки там дым еще будь здоров поэтому чаще всего вот эту зону огораживают чтобы зрители не надышались пороховыми газами расскажите пожалуйста про исторические самые главные этапы от открытия пороха его но если кратко это 9 век черный порох китай 1846 год это открытие нитроглицерина и нитроцеллюлозы в разных странах разными учеными с разными целями потом 80-е годы 19 века это нобель и производства нитроглицерина и также открытия тех же самых вот баллиститных порохов и динамита затем это уже такое наше для россии важно это 1943 год появление топлив для катюш и 50-е годы 20 века параллельно в нескольких странах америка германия россия разработка синтетических связующих для синтетических топлив рост энергетических характеристик в полтора раза и соответственно появление новых типов вооружения спасибо за лекцию а не могли бы вы привести какие-то данные по производству пороха у нас стране и во всем мире хотя бы процентное соотношение если бы мы взяли допустим 60-е годы 20 века то было бы соотношение наверное процентов 20 у нас процентов еще 40 в европе и остальное сша в 2010-х годах сожалению производство пороха в россии примерно процентов 5 максимум от мирового производства основное производство это германия китай америка индия там сконцентрировано порядка 90 процентов всего производства и два процента три в россии остальное частью отчасти это связано с распадом бывшего ссср заводы есть на украине в казахстане во вьетнаме благодаря нашему там присутствию северная корея как ни странно ну и там меньше процента это различные страны южной америки южной африки вот в таком к сожалению да но пороховое производство немножко сейчас в упадке мягко скажем так благодарю за работу разрешите вопрос по поводу ракетных двигателей и твердого топлива они полюбились ракетчикам благодаря их безотказности горит где угодно в каких угодно условиях но такой момент ими достаточно трудно управлять то есть мы умеем изменять там это всякий который связан с этим двигателем но можно или каким-нибудь химическим методом там грубо говоря подушить чашку пока она еще не догорела до конца случае если необходимо выключить подобное ваше ваше предложение очень интересное оно даже используется есть специальные двигатели так называемые двигатели глубокого регулирования где предусмотрен такие механизмы как но ручного тушения то есть на программа но по команде из центра тушит специально потом можно снова поджигать при помощи различных там лазерные инициации или дополнительного там подвода тепла это в частности третьей ступени это глубокий космос все что связано в самолетах и так далее тут уже более нужна большая точность тут нет нет вариантов таких но такой используется вы правы все большая за лекцию у меня два вопроса первый это но мне не совсем понятен механизм взрыва то есть горение как химическая реакция понятно а почему именно взрыв происходит а мы про взрыв вы не говорили сегодня поэтому вам понятно что ничего не понятно пороха не должны взрываться это их отличительная особенность в отличие тоже гексогена октогена которые могут и гореть но основное их применение это взрыв пороха должны гореть если они будут детонировать то это что-то будет ненормально все наши ракеты можно списывать поэтому их делают таким образом чтобы они горели и не было никого перехода во взрыв и тем более в детонацию но это немножко не тема нашего выступления можно еще записывать на следующую лекцию когда он там будет спросите нашего пресс-секретаря можем с вами про октоген гексоген поговорить заявки на сайте оставляйте у нас много тем на нашем в культе который можно осветить давайте так называем пороховой заговор для свержения короля якова если я не ошибаюсь хорошо здесь не историческое собрание в англии по-моему все-таки в 16 веке 1500 боюсь набрать какие годы гай фокс вместе с рядом заговорщиков хотели убить короля и заложили под парламентом множество бочек с черным порохом но так или иначе в силу различных обстоятельств заговор не не сработал порох не взорвался там то ли отсырела то ли еще что-то их всех поймали и казнили свержение не удалось к сожалению но факт истории остался по нему снято множество фильмов в самом свежем там есть трехсерийный сериал там играет король севера джон снова можете посмотреть на досуге вы значит вендетта тоже отчасти вот на этом всем завязано ну или там достаточно интересная история у меня два вопроса один из которых не очень серьезный первый вопрос такой а что изобрел или эта легенда монах бертольд шварц это первый это серьезно не серьезно в упорах или что другое описано в книге кондуит и швамбране когда гимназисты подсыпали но вы надеюсь помните это мы конечно бертольд шварц да я естественно мог об этом говорить но тогда у нас длинная историческая лекция получилась я в свое время реферат на 40 страниц писал об этом бертольд шварц он по сути тогда не знались китайцы не понимали за счет чего собственно происходит горение они знали что мы добавляем селитры добавляем уголь и серу но они не знали не о пропорциях не о чем и вот тот самый монах в 13 что ли веке открыл вот этот сигнал то есть он разобрал по компонентам четко прописал более-менее соотношения и его поэтому назвали все таки шварц потому что он занимался черной магии как тогда это называли вот этой алхимией той самой то есть порох вот до 19 века был связан с алхимией буквально вот как родные братья про ваш несерьезный вопрос но я помню но более ничего сказать не могу спасибо большое спасибо вам за лекцию было очень интересно вот можете пожалуйста разъяснить такой простой момент я вот не очень понимаю что нужно сделать порахом чтобы он загорелся если вы говорите что горит без доступа кислорода поджечь поджечь его можно любым методом зажигалкой не хромовой проволокой раскаленные лазером если на него в точку подействовать лазером достаточно высокой мощности не лазерной указкой выключился не не лазерной указкой а направленным лазером он тоже загорится электро воспламенение от удара может воспламеняться вот допустим тот же нитроглицерин если потереть вот так по капле нитроглицерина он взорвется маленькая капелька взорвется большой чан разнесет целое предприятие то есть от трения от удара от прострела пулей и кто-то говорит микрофон мешает нам спасибо то есть нет методов воспламения различное множество мы в лаборатории поджигаем его можете посмотреть на культуре там есть такое специальное приспособление не хромовой проволокой или зажигалкой то есть главное дать начальный импульс его прогреть на буквально ну 300 градусов его нагреть и он уже будет воспламеняться спасибо вам за лекцию и хотелось бы спросить часто используют органические пероксиды в порохах или не используют вы из ёхо из лаборатории органических пероксидов нет я из школы а я в свое время курсе на третьем пошел в ёхо стажироваться института органической химии попал в лабораторию органических пероксидов как раз ее начальник ныне декан или как он правильно директор высшего химического колледжа ран терентьев александр олегович говорил мне что органические пероксиды широко используется в проходили к сожалению я за 10 лет пока ни разу им не воспользовался но я надеюсь что когда-нибудь мы этим сможем воспользоваться скорее всего это можно применять в двух направлениях первое это производство полимеров с пероксидными группами второе это производство пластификаторов каких-то активных там обязательно в любом случае должна быть группы и но 2 или а и но 2 то есть азот каким образом туда вплести пероксид может вы придумаете приходите к нам после школы а трепероксид ацетона это само по себе мощное взрывчатое вещество вы с ним просто аккуратнее сами работаете да его не надо пластифицировать его в индивидуальном виде используют в детонаторах и так далее вопрос касающийся вот здесь вопрос касающийся собственно ракетных двигателей на твердом топливе вот в процессе подготовки этой лекции пока я собственно выбирал изображение для афиши отличное изображение было поломал голову над тем вот у шакла ускорителем нет афиши и он тоже на твердых ускорителях на твердом топливе но насколько я понял порохом называть это соединение ну то ли не совсем корректно в общем я нигде не нашел чтобы хоть кто-то приближенный вы хотя бы так назвал мне просто интересно чем отличается соединение использующиеся там рации если известно конечно вам отсоединение который используется в тех же самых баллистических ракетах которые производятся в россии во первых спасибо за афишу просто космос я себе сохранил на заставку поставил отличное изображение тут все просто это на самом деле разница просто в понятиях порах это такое грубо говоря обывательское выражение мы вот пороховики вот по старинке так называют еще нас мы топливами все-таки занимаемся и вот все что применяется в шаттлах в ракетах баллистических это все топливо твердые ракетные топлива просто в зависимости от того чем они наполнены их можно назвать одноосновные топлива это вот пероксилиновая пороха это двухосновные топливы или это по-английски просто пропиланс они все называют одним большим словом пропил то есть просто словом со мной за ноткой обывательской до порох этот его мы и профессионалы тоже используем но грубо говоря если так вот совсем разбить порох это таким отмал маленькие изделия то есть для стрельбы то что можно руками переносить а топлива это уже большие шашки весом в несколько там сотен килограмм и тонн которые на чем летают или вот на чем там стреляют вот такими массивными ракетами то есть принципе разница между топливом который используется баллистических ракетах и вот боковых скрытых шаттла нет глобально нет то есть они естественно по составу чем-то отличаются для да так это все все это топливо все это пороха просто вот такие казусы в названиях во многом пошло из-за того что черный порох вот он до сих пор вот ему нет другого названия он как есть черный порох и вот если забивать в google translate или в яндекс переводчик до порох он выдаст вот gunpowder но за рубежом gunpowder это только черный порох все остальное это пропиланс или топлива smokeless бездымные вот все вот баллиститные пероксилиновая все же бездымная есть дым на есть остальное без на самом деле там есть дым но он прозрачный и у нас есть специальный прибор мы дымность определяем вот кстати был вопрос про пиротехнику специальный прибор для определения дымности то есть для вот специальных эффектов тех же спецэффектов бывают нужны плотные дымы через которые ничего не видно а бывают нужны оптический прозрачный то есть там с маленьким показателем преломления то есть тут очень много тонкостей таких интересных а 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 и а Продолжение следует...